Мы сегодня собрались здесь, потому что уже терпение у народа, у жителей уже на исходе, потому что так невозможно ни жить, ни дышать, ни детей растить, воспитывать. У мусора все приближается ближе и ближе. Где мусор, там всякие инфекционные заболевания, они передаются с крыс. Все начинается, крысы бегут, вся инфекция. У нас дети, внуки, вот у меня шесть внуков, двоих внуков. Я каждый год вывожу, вместо того, что купались на море летом, вот мы здесь живем, мы вывозим их отца. Потому что у меня внучки двое болеют. Меняем климат, выходит она вечером, задыхается ребенок, поднимается температура. Мы опять бегаем по больницам, опять все это делаем. Можно же немножко как-то прекратить, чтобы наше поколение, чтобы наши дети росли в здоровом мире, в здоровой Абхазии. Тем более на сегодня выхлопов нет, заводы не работают, ничего не работает, ничего не восстановлено. Но зато мусор и дышим, мы с этим все с удовольствием. Получается так. Столько было сделано, столько прошла Абхазия. Наши братья, отцы, просто останутся больно. За что воевали, за что было все это сделано, чтобы потом наши дети дышали этим воздухом. Собирались уже не раз, не два. Просим выйти к нам, поговорить с нами, с народом. Никто не приезжает. Приехали, пообещали, что будет все, подождите. Мы поверили в очередной раз, что будет все сделано. С надеждой ждали. Дышали опять этим грязным воздухом. Дети болеют. Никому, не дай бог, не желают дышать таким воздухом. Вы просто приедьте, вы сами в этом убедитесь. Это не наиграно, это не фарс. Это реально, это просто становится больно. Когда ты сидишь и понимаешь, что твои дети, твои внуки дышат таким грязным воздухом. Это страшно, понимаете? Это страшно, остановитесь. Мы вот тут плашмёй ляжем и перекроем дорогу. Просто никто не проедет здесь. Смысл? Будь лучше я здесь лягу плашмёй, чем мои дети будут лежать в больницах, понимаете? Именно дорогу на свалку. Не центральную дорогу мы перекрываем, а именно дорога, которая ведет на свалку. Мы требуем, чтобы вы закрыли вообще свалку. Мы требуем, чтобы вы закрыли. В прошлый раз приехали, нам обещали, что все перенесут. Что все уберут, что перекроют. Вот этого мы и просим. Это грунтовую воду. Вы понимаете, у нас, например, колодец дома. Я живу тоже в районе Муцарника. У меня перебула там заезжать и долго ехать к Муцару, и там мой дом стоит. У нас есть колодец, из которого мы не пьем. Невозможно. Он воняет. Невозможно. Мы там поливаем, может быть, огонь. Грунтовую воду все загвязняются. В первую очередь еще и грунтовую воду загвязняются. Чтобы употреблять эту воду, надо скважины чуть ли не до 50 метров. О чем вы говорите? Воздух грязный, там уже сказано. Они зажигают этот мусор, идут пары, которые выделяются в воздух. Тут рядом школа, тут сады. Это все, это пишет, это наши дети. Во-первых, мы старые жители и знаем. Довоенные, мы сухумчане, коренные, довоенные. Почему до войны такого не было? Как же как-то грамотно это все делать? Вообще, это центр Абхазии. Можно же это все грамотно сделать? Это столица Абхазии, да? Мы понимаем, что это мусор, который вывозят, но это может сделать все правильно. И весь мусор бывает такой, что из Абхазии сюда приходят. И были времена, когда из Гагры, и там у них что-то не заладилось из Гагры. Из Гагры, из Бутаута к нам привозили. Ну как это? Вы понимаете, в центре Сухума, нашему Сухуму уже 2500 лет, как мы знаем, и сделали из него свалку. Это же история. Мы не историю гадим. Во-первых, это некрасивые слова, но по-другому не скажешь. Труб. Мы очень просим донести до нашего государства, донести до нашего правительства, если это возможно, встать рядом с нами, бороться с этим, перенести эту свалку подальше от города. Мы очень просим. Как можно здесь лагерь проводить, добро давать вообще? Нет, добро. 250 метров. Детский лагерь проводят здесь. Детский лагерь, если сказать «Ну что сейчас»? Я думаю, что в том, что она не может пройти для шарфа, его вибрации или сражательства, которые в том, что они не могут проработать. Просто считаем, что это говорит, что «это hostile, но поднять то, что будет негатив. И он entscheет все, что будет негатив». Премьер-министр Ру если вы не знали это, она будет негативно без проблем. Мы будем было теплым и б� Rosen, но мы не будем, что будем делать. Редактор субтитров А.Семкин Абхазия имеет деньги, Россия нам помогает, просто прижмите свои, затяните свои ремни и решите вопрос. Иначе народ терпеть не будет, вот так я сказал. После этого он этот вопрос закрыл, финансовый вопрос, больше не стал говорить. Теперь нам говорит президент, что нет денег, нет денег, нет денег, нету места. Так что получается, если у властей нет денег, давайте тогда, люди добрые, давайте мы скинемся и решим, скинемся деньгами и начнем решать вопрос. Или как быть, что хочу сказать, по инвест программе, они все отмалчивались, отмалчивались. Вот сейчас последний момент, нам говорят строители, которые уже есть подряд, уже есть смета на полигон, они говорят, что по комплексному плану, по инвест программе заложены 248 миллионов на утилизацию мусора в Абхазии. Что получается? Раз такое дело, возникает вопрос, где эти деньги? Они говорят, что из этих денег 100 миллионов на закуп техники, 12 миллионов на закуп контейнеров. Хорошо. Допустим, это они сделали, купили, да. А остальные 120 миллионов на строительство полигона, где они затерялись? Сейчас, премьер-министр говорит, что они будут освоены в 2020-м, в 2022-м году, когда закрыли в Приморске свалку. Полгода этот мусор принимала столица. Принимала столица, и это не на такие полигоны, где есть строительство полигона. Она принимала на такие поля, где ничего не построено, границ нет, ничего не огорожено. Здесь люди имеют колодцы. 5-6 метров роешь колодцы. Они 8 метров вырывают котлованы, уходят ниже подводных вод, подземных вод и травят. У них есть какой шанс? Мы им сможем подсказать. Берут они 2 трала, загоняют их вот сюда. Там стоят 2 экскаватора, бульдозер, грузят их, везут в такое место, где люди не живут. Поверьте, у нас есть такие места. И начинают там же рыть, там же закапывать. Потому что здесь, в столице, у нас волки воют, волки, в столице волки воют. Где это слышно? Ни в одной стране мира такого нету. Шквара отрабанцев, где я хочу ходить, я хочу ходить. Сидор, да? Сидор, да? Сидор. А тут издаван, мы их это, ала-лаш, амазами, в радиусе 30 километров, 20 километров. Амшу на шаму, заход за раху царь. Ну, даже кое-где забетонированные площадки есть, где можно пользоваться сейчас. Но нашему правительству невыгодно соля потратить. Продолжение следует... Амшу на шаму, заход за раху царь. ...и... но я не знаю, что я не знаю.